ООН признает какую-то страну, то все остальные страны автоматически признают эту страну. Понимаете, насколько велик авторитет этой организации. То есть, если завтра все остальные страны автоматически признают эту страну. Понимаете, насколько велик авторитет этой организации. То есть, если завтра Абхазию признает ООН, автоматически все остальные страны признают Абхазию. Понимаете, в чем дело? Наоборот, не бывает. Кошкин, тебе там вопрос задали, ты считал вообще вот такой Макс или кто-то там. Пушкин, ты видел армию грузинскую и образца 92-го года? Да, видел. Ужасное зрелище. Ужасное зрелище. Жалко я бы даже сказал. Но жалко я по одной простой причине. Потому что, к сожалению, это постсоветская армия, которая была в разграбленной очень нищей стране, которая не могла реально чему-то противостоять. И на самом деле грузинская армия она не была единой, нужно понимать важный момент. Потому что грузинская на тот момент во-первых, в Грузии не было сильной центральной власти, нужно это понимать. Во-вторых, армия была очень сильно разрозненная. Плюс участвовали различные преступные организации. Вот еще один вопрос. Абхазавто официал пишет. Тебе я ответ тоже не слышал. Мы с тобой не то, что спорили, беседовали, пропустили. Мне тоже интересно. Кстати, а почему Грузия по абхазскому паспорту только пускает на свою территорию? Я отвечал на это. Потому что Грузия считает всех абхазов своими гражданами. Илья, позволь вам маленький комментарий. Почему раз здесь к ним не пускают? Извините, просто я подключил другого человека, Тимур Александрович, очень грамотный человек, юрист по образованию. Вот, он хочет что-то сказать. Маленький комментарий по поводу паспортов. В соответствии с нормами международного гуманитарного права, в таких ситуациях центральные власти принимают любые документы от факта властей. Например, свидетельство о смерти, свидетельство о браке, свидетельство о рождении, документы, удостоверяющие личности, документы на транспортные средства. Это в соответствии с нормами международного гуманитарного права. Пример греческое правительство, ну, правительство греков-киприотов принимает, как документы удостоверяющие личность, документы, выданные властями Турецкой республики Северного Кипра. Принимает на своей территории. Они могут перемещаться туда. Это по поводу этого. А теперь Хасику обращаюсь. Хасик, вы здесь показали пример абсолютного невежества. Бережества. Просто. Я понимаю, что вы 30 лет обитали в вакууме, но за 30 лет, я думаю, что последние 20 лет, извиняюсь, вы не были лишены доступа в интернет. И могли бы самореализоваться каким-то образом и изучить вакуум. Витя, Александр, можно я отвечу область автора? Просто вот область автора говорит, что это не ответ, я объясню. Область автора. Понимаете, в чем дело? Вот если человек приезжает в Грузию и хочет здесь получить грузинский паспорт из Абхазии, да, с оккупированной территории, он что должен сказать? Он должен ему на слова поверить? Типа он придет такой и скажет, а, короче, я к маме клянусь, меня зовут там, не знаю, Даур там, как-нибудь, да? Они что-то на слова должны поставить? Нет, конечно, они примут документы, которые выданы на оккупированной территории. Это нормальная практика. Все, извините, что перебил. Это действительно нормально. Это как любая цивилизованная страна, она примет эти документы. Другое дело, что она принимает на своей территории. Они лишены какой-либо субъектности и правоспособности за пределами территории. Они, да, могут быть приняты только в Российской Федерации, в других проституирующих на признаниях государствах. Илья, вы понимаете, о чем я говорю, да? Да, но для цивилизованного мира эти документы имеют нулевое значение. А теперь хотел бы возвратиться, немного попросвещать, наверное, вашего визави надо. Советский Союз, когда распался, 15 республик было. Чеченская республика входила в состав Российской Федеративной Социалистической Республики. Поэтому, когда вам задают вопрос, проводя аналогию между Грузией, Абхазией, Чечня и Российской Федерацией, вы просто крутите пятой точкой. Боитесь ответить на этот вопрос. Если вы просто не знаете, сейчас, когда я вам сказал об этом, сделайте вывод. Полная аналогия, абсолютно полная аналогия. Если вы об этом не разбираетесь, лучше молчать на эту тему, чем показывать свое дилетантство и невежество. Это просто позор, то, что вы говорили сейчас в эфире. Абсолютный позор. Я такого невежества просто не видел уже давно. Вам сколько лет, Александр? Или как там? Мне 50 плюс, уважаемый. Откуда вы? Из Сухуми. А почему не живете в Сухуми? Потому что не хочу жить в оккупированной территории. Но это же ваши земли, ваша земля. Почему вы здесь не живете? По той же причине, по которой в 42-м году люди убегали из-под оккупации. Территория Курской, Белгородской и других областей. Это в 42-м было. А в 92-м вы также убегали? Можно я вопрос задам? Вы просто, Тимур Александрович, очень хорошую аналогию привели, которую я не догадался. Хасик, скажите, пожалуйста, если бы вы находились сейчас действительно во времена Второй мировой войны, вы согласились бы жить под немецкой оккупацией? Нет, конечно. Ну, вот Тимур тоже не захотел жить под абхазской оккупацией. Под абхазской оккупацией? Ну, отиткина там. Я еще раз говорю, это как бы ваше мнение и ваше право, да? Вот вы можете говорить все, что угодно. Конечно. Но по факту это не так, и все это знают, понимаешь? Те, кто знают, что это не так, они знают. Мы не знаем. Моя жена, она из-за калчины родом. Она тоже этого не знает. А другие мнения нас не интересуют, еще раз говорю. Абхазия в силах, короче, я просто... Итог такой приведу, да, вот, я как бы вы на своем стоите, я на своем стою. Я ругаться, там, материться, там, еще спорить дальше, смысла не вижу, не собираюсь. Последний вопрос, можно я вам задам? Последний. Посмотрите, Хасик, вот моя жена, она родом из Учамчиры. У нее фамилия Обжания. Как вы думаете, почему она не хочет возвращаться туда? А почему? Ты почему у нее не спрашивал, почему она не хочет? Я знаю, я вас спрашиваю, как вы думаете лично, почему она не хочет туда возвращаться? Грешки, наверное, какие-то за спиной имеет, я не знаю. Она была ребенком, когда это все произошло. Какие грешки? Вы же сказали, что вы тоже были. Значит, родители грешки имеют. А она, если приедет сюда, послушай, а она, если приедет сюда, жить там или не там, погостить, я тебе уверяю, что никто даже пальцем не тронет, наоборот, в Стрете это очень радужно. Хасик, послушайте сейчас меня. Вы как настоящий Абхаз застряли где-то в 10 веке развития. Я объясню, почему. И не обижайтесь, чертного и слаба. Вы исповедуете принцип коллективной ответственности. Вы сейчас предположили, что у нее грешки. Когда вам сказали, ребенок она была, вы говорите, грешки ее родителей. То есть, по-вашему, в вашей парадигме, в вашей цивилизации, в вашем уровне развития, дети несут ответственность за действия своих родителей. То есть, по такой логике, сейчас, если ваш какой-то прадед... Послушай, вы слушаете до конца меня, по такой логике тупой, извините, без обид. Если ваш прадед совершил какой-то косяк, вас надо поставить вам в лоб, зеленкой надо мазать. Правильно я вас понял? Как, как, еще раз? Я правильно понял. Вы за своего прадеда отвечаете? Я ему просто заслушал. Ребенок почему должен отвечать? Я тебе за это и говорю. Если она сюда приедет, что ее здесь строить, это очень радужно. Никто ее не тронет, понимаешь? Даже если жить переедет. Она была ребенком. Так же и я, если попаду в Грузию, ко мне никаких вопросов быть не долгло. Какая фамилия у вашего президента? То, что ты назвал, вот жены фамилия, такая же фамилия. Почему тогда ваш президент считает себя Абхазом, а моя жена говорит на Мегрельском и говорит, что она грузинка? Ну, потому что, я же говорю же, в свое время, когда родители ее отсюда уезжали в Грузию, ее забрали с собой, она осталась жить там. Естественно, там, где она живет. Она в России, не в Грузии. Ее в России забрали. С волками жить, поволчьи выйти. Слышал такую фразу? Ее в России забрали, она в России выросла, а не в Грузии. Ну, сейчас она в Грузии живет. Ну, сейчас да, но она уже взрослая. Я тебе ответил на твой вопрос. С волками жить, поволчьи выйти. Ну, то есть, опять же, вы думаете, что... А почему вы не задумываетесь над тем вопросом, почему носители... Я тебе упоминаю, если бы она жила бы здесь, если бы она жила бы здесь, да, переехала бы сюда, а не в Грузию, она так же говорила бы, что она абхазская, там, яра, все, коренная абхазская, она любит Абхазию, все. То же самое говорила бы она и здесь. Ну, еще раз, во-первых, она приехала в Россию вместе с родителями, а не в Грузию. Я тебе говорю, после России, она сейчас же в Грузии живет. Ну, это уже было ее самостоятельное решение, когда она выросла. Я тебе говорю, если бы она приняла бы другое решение приехать в Абхазию, она так же говорила бы, что она абхазская. То есть, вы считаете... То есть, смотрите, давайте так. Если вы считаете, что... Вы, получается, сейчас признаете, что даже если один человек с одной и той же фамилией, люди, да, там, Бажания, например, Аслан, президент Абхазии, да, сейчас, и вот, допустим, моя жена и ее род Бжания тоже, который существует. То есть, вы считаете, что... Они могут быть не родственниками, просто однофамильцами. Ну, однофамильцами... Или, да, они... Тем не менее, смотрите. Но, тем не менее, смотрите. То есть, вот однофамильцев очень много. Кварацхелия, там, например, всякие прочие. Их огромное количество однофамильцев. Почему? Ну, это уже десятый вопрос. Не будем сейчас с него углубляться. Это отдельная дискуссия на это должна быть. Но, тем не менее, ответьте мне на схожий вопрос. А почему так происходит? Может быть, вопрос был не в национальном конфликте, а в идеологическом? Раз так много одинаковых фамилий стоят по разные стороны парикад. Может быть, вопрос не в национальном конфликте, а в идеологическом? Причем здесь это что за Мелисса какой-то Геладзе пишет? Значит, Хасик должен отвечать за Паграмяновский батальон? Мы воевавших Абхазов в Грузии не трогаем. Мы и воевавших Абхазов в Грузии не трогаем. Вот именно, что все наоборот и происходит. Там они все в черном списке. Вот то, что Каха написал, то, что якобы не трогают. Может, не убивают ничего, но они в черном списке просто-напросто такие люди туда не ездят. Я еще раз говорю, сейчас растет новое поколение. И мы, вы и наши старшие, просто даем им всем дурной пример. Понимаешь? Вы говорите за свою правду, мы говорим за свою правду. А две правды не бывают. Еще раз говорю, правда есть одна. Надо говорить им правду, как все оно на самом деле было. И учить детей не настраивать к войне, а просто к миру, понимаешь? Приводить. Вы на мой вопрос ответите или нет? Я вас спросил, почему, если с обеих сторон баррикад находятся люди с одинаковыми фамилиями, может быть, этот конфликт не на национальной почве был, а на идеологической? Я не знаю, почему. Я еще раз говорю. Ну как так? Почему они считают себя абхазами, а другие уже не считают себя другими? Мои однофамильцы тоже в Кутаисе живут, некоторые. Некоторые в Турции живут, кого я просто там как бы лично не знаком, но они также могут поддерживать Грузию, могут поддерживать Абхазию. Некоторые, которые в Кутаисе живут, мои однофамильцы, даже ко мне сюда приезжать не хотят, понимаешь? И меня к себе не приглашают, почему-то не хотят. Все правильно, дорогой Хасик. Дело в том, что это налицо, объективно. То есть, понимаете, в чем дело? Сейчас многие абхазы пытаются выставить вот этот конфликт как национальный, что типа грузины там имели претензии к абхазам, устроили там какие-то претензии. Но по факту получается, что с двух сторон находятся люди с одинаковыми, блин, фамилиями, которые воюют друг с другом не потому, что они разные национальности, а потому, что у них разные идеи, понимаете? Разные и разные мчения. А ты что думаешь, что во время войны с Грузинами в 92-м году и с обеих сторон не было, одна фамилия, и здесь одна фамилия, и там одна фамилия. Вдруг против друга воевали. Брат против брата воевал, даже такое было. Каждый мыслит по-своему, понимаешь? Еще раз повторяюсь, я уже устал это говорить. Просто люди не понимают. Кто-то понимает лучше, кто-то понимает еще хуже. Но две правды не бывают, понимаешь? Правда одна. Я считаю, нет, я уверен, что правда за Кавказами была и будет всегда. За это нас весь Кавказ поддержал. Кавказ, если бы мы не были правы, ни чеченцы, ни кабардинцы, ни казаки и так далее, которые братские народы нам помогали, армяне и так далее, никто бы нам не помогал, я тебя уверяю. Просто они встали за правду, они встали на защиту Родины Абхазской. Кстати, Абхазы помогали? Не воевали, еще раз говорим. Не воевали. А есть один вопрос. Один вопрос. Когда в Абхазии, да, жили в Абхазии, мы мегрели грузины, ну так скажем, да? Когда квартиры дали Абхазам, да? И тогда они грузины, то Кварацхелия, Шенгелия или другие, да? Вот тогда они записывались, как Абхазы. Они, если честно, да, они продались. Вот так скажем. Вот такие человеки сейчас живут в Абхазии и говорят, что не Абхазия. Там нету чистой крови Абхазов. Там есть чистой крови Абхазии, где-то 2%. Все наслаждане, настоящие грузины, продавшие свою голову, своих родних. Вы на нас стреляли. Ёлки и палки, да? Вы на нас стреляли. Я думаю, когда у меня было 9 лет, когда я ногу ранил. Ну, ты младше надо с меня получать. Первый раз, вы первый раз, когда мне было 8 лет, а потом мне было 9 лет, 10 лет, ну типа. Вы на нас напали дважды. А, мы напали на вас, да? Вы понимали, вот у меня, вот у меня сосед, да, впереди шел. Впереди шел. А у меня ребенок говорил тогда, это Абхазия, естественно, будет правильный. И вот такие, как он, такие, как он, он уже, наверное, моего возраста, может быть, может быть, на год на 2-м больше. Послушайте, я дарю, дарю, я дарю свою мысль, пожалуйста. Вот такие, как он, такие, как он, вот женятся, родят детей, будут своим детям рассказывать, вот такие же басни, то, что он рассказывает сейчас, то, что Абхазии напали на Грузию. И те дети, какими потом вырастут? Какими дети вырастут, скажи мне? Секундочку, Хасик, я извиняюсь, что я отключил этого человека, просто прошу его не обижать. А почему ты его отключил? Потому что он пургу несет, правильно? Нет, нет, послушайте, я отключил его не за это. Я сейчас объясню, просто, к сожалению, этот человек, ну, немножко сумбурно свою мысль выражает, но, тем не менее, я понимаю, что он хотел сказать, вот, я его прекрасно понимаю, то есть, чтобы он не обижался на меня лично, я не за это его отключил, не за его позицию, а просто потому, что он ее не очень, скажем так, хорошо высказывает. Ну, это только поэтому. Но я прошу этого человека не обижаться на меня, я его отключил не из-за этого. Вот. Просто смотрите, я вам сейчас объясню, почему, в чем проблема, что он вообще хотел сказать. Поймите правильно, что люди жили там на протяжении большого времени, очень долго. Они жили там всегда. Это говорят все переписи нателения, которые у нас сейчас существуют на данный момент официальный, начиная с 1887 года. Всегда грузины там жили, они всегда там были. И естественно, что люди, которые находились там, когда их изгнали оттуда, они, естественно, у них это боль в душе, поймите. Эти люди, их боль на сердце, из-за того, что они были вынуждены покинуть свои родовые дома. Никто не выгонял бы, слушай, просто так, просто так, никто никого не выгонял. Если бы просто за то, что он Менгрел или грузин выгоняли бы, поверь мне, здесь подчисленности тоже немало. Я сейчас тебе конкретное число назвать не могу, но немало Менгрел и грузинов живут на территории Абхазии. В Абхазии. И чувствуют себя хорошо, прекрасно. Еще раз подчеркиваю, даже некоторых, лучше, лучше, лучше некоторых Абхазов. Подчеркиваю еще раз, а почему их не выгнали? Если бы Абхазы выгоняли бы грузин и Менгрел, они бы выгоняли бы всех подряд, поверь мне. Вы бы согласились записаться грузинам? Никогда в жизни. Вот они тоже бы не хотели. А кто-то захотел. Я родился Абхазом, умру Абхазом, слушай. Никогда в жизни. Какая бы ситуация не произошла, не дай Бог, никогда в жизни. Все. Под дулом пистолетом и автоматом меня никогда не заставили. А кто-то подписался грузинам. Понимаете, в чем дело? В Советском Союзе, когда он существовал, очень многие ради каких-то благ записывались Абхазами. И им было проще в этом плане. Сейчас я еще одного человека подключу. Дату, не знаю, я не видел вашего запроса. Вижу другого человека запроса, сейчас его подключу. Так вот, кто-то согласился записаться Абхазом, а кто-то не согласился. Вот 250 тысяч человек не согласились допитаться Абхазами. Их изгнали за это. А почему? А почему? А вы согласились? А те, которые согласились, почему согласились? Ну, кто-то согласился, кто-то захотел, а кто-то не согласился. А почему? Скажи, почему. Может, и еще скажешь, что их заставили. Может, и заставили, а может, они не захотели рисковать. Я не знаю, почему. Это у них надо спрашивать. Это у них надо неуменено. Потому что они очень разумные люди и понимали, где правда и где ложь. Понимаешь? Вот за что и согласились. Остались на стороне правды. Остались на стороне правды. Понимаешь? Это разумные люди были, которые просто понимали, что Абхазия права, и они остались на стороне правды. Все. Вот в моем понимании. Вот что я тебе скажу точно. Допустим. Допустим. А скажи, пожалуйста. Я уже минут 20 хотел завершить с тобой эфир. Просто мне на самом деле уже выезжать надо. Мы на эту тему еще вернемся. Я тебе сказал, мы еще про чеченцев поговорим, про Абхазов дальше продолжим с грузинами. Мы просто пояснили о себе. Ты говоришь, что Абхазия это Грузия. Ты как бы свое мнение выражаешь. Я тебе как Абхаз говорю, что ты прав. Абхазии никогда не было Грузии и не будет никогда в жизни. Есть такая русская пословица. Никогда не говори никогда. Абхазия наунагдзе. Всего доброго вам, кто слушал, кто принимал участие. Всего доброго вам, мира и блага вам всем. Да, удачи, удачи. Они нас не переведят. Шанса нет у них, короче. Сейчас вот еще человек просил. А, дату, сейчас есть дату, там просился, я его хочу...